Сергей Нацадин избран мэром Южно-Сахалинска. За него проголосовало большинство депутатов городской думы. Он опередил Владимира Зайцева, который продолжит депутатскую деятельность в новом седьмом созыве представительного органа. Парламент в четверг выбрал еще и своего председателя. Им вновь стал Олег Логачев. Подробнее в следующем сюжете. Это заседание еще до начала приобрело особый статус. Оно первое не только для работы нового созыва, но и первое в истории городской думы, которое посетил губернатор области. Повестка непривычно короткая. Она содержала всего два вопроса, но фундаментальных. Депутатам предстояло выбрать не только мэра города, но и председателя думы. Для самих же парламентариев электоральные процедуры позади. По их итогам свои кресла заняли 25 человек. 20 из них работали в думе шестого созыва. По итогам голосования Южно-Сахалинская городская комиссия территориальная остановила выборы городской думы города Южно-Сахалинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с 1 по 25 считать действительными состоявшимися и действительными. Вступившие в полномочия парламентарии избрали председателя нового созыва. Кандидатов было два. Это депутат по первому округу Олег Логачев и его коллега по 12 Иван Бутаков. Тайным голосованием победу одержал ранее занимавший этот пост Олег Логачев. Первое, хочу сказать слова благодарности за поддержку своих коллег. Это значит те два с половиной года, которые мы работали, мы работали вместе, как одна команда, с администрацией города, с администрацией области в лице губернатора. И мы делали так, чтобы наши горожане чувствовали в городе Южно-Сахалинска себя комфортнее. Определяющим руководство городом в ближайшие пять лет стал второй вопрос повестки. На должность мэра претендовали Сергей Нацадин и Владимир Зайцев. Голосование прошло в открытом формате. По его итогам Южно-Сахалинск доверили городоначальнику с 10-летним стажем работы на этом посту. Для меня это уже третий срок на посту мэра города Южно-Сахалинска. И учитывая, что наши жители, мы видим это, в целом поддерживают то направление, которое мы взяли вместе с командой губернатора, нацеленное на то, чтобы жизнь для наших горожан была благополучнее, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Теперь городской думе предстоит сформировать постоянные комитеты. Всего их будет пять. Следующее заседание пройдет 25 сентября. Алексей Трелицкий, Влад Французов, Алексей Вершинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.